Привет, друзья! Вы на канале Пчелоначинающим. С вами я, Анатолий Борисович. Такой вопрос. Когда готовить пчел к зиме? Когда оставлять мед пчелам на зиму? Вот задают такой вопрос. Ну, сейчас давайте попробуем, разберемся. Вот на примере хотя бы вот этого улья. Это вот второй корпус, я сейчас смотрю. Ну, второй корпус предназначен для меда. Тут рамка 300. Так, вот видите, полностью. Ну, не полностью с этой стороны, вот чуть-чуть, а с этой стороны практически печатный расплод. Ну, здесь тоже вот мед с расплодом. После первой качки здесь были поставлены рамочки, уже откачанные. И вот матка зашла сюда и засеяла. Ну, вот рамка полностью медовая. Пойдет на выкачку. Ну, сейчас этот корпус я посмотрю. Это тоже медовая, еще не запечатана. Ну, в общем, тут все медовая, медовая. Тоже медовая, вот они залили. Повторно залили уже. Это первую выкачку я делал. Это две недели назад, меньше даже дней 10 назад. Вот медовая. В общем, две рамочки у меня оказалось здесь с расплодом печатным, ну, который выходит и матка сеет. Вернее, заливает медом. Так, сейчас поднимем второй корпус. И будем смотреть, когда оставлять мед. Когда оставлять мед на зиму? Вот такой вопрос. Когда оставлять мед на зиму? Пчелам. Мед на зиму оставлять нужно, когда идет взяток, пчелы собрали, вот самый первый весенний взяток. Пчелы залили рамочки, какую-то часть. Вот этот мед самый лучший для пчел на зиму. Этот мед не кристаллизуется. И пчелы его легко зимой забирают, разогревают и забирают. Вот. Конечно, если идет постоянный взяток, и мед есть в ульях. Вот, допустим, у нас здесь, в нашей зоне, в Донецкой области, сейчас идет взяток с подсолнуха. Вот. Ну, многие, как бы, не рекомендуют подсолнечный мед оставлять. Но, тем не менее, пчелы на нем, в общем-то, нормально зимуют, я скажу. Поэтому можно оставлять и этот мед. Вот. Можно оставлять с весны. Вот интересует товарища такой вопрос. Вот когда оставлять? Да, после весеннего взятка можно оставить. А можно оставить вот тут расплод, открытый расплод. Как правило, оставляется, сюда показывай, оставляются на зиму. Вот улей, десятирамочные улей, дадан, рамка 300. Вот эти вот две рамочки, обычно медовая и медоперговая. И с этой стороны медовая и медоперговая. Вот, оставляются всегда эти две рамки, здесь и здесь. Четыре рамки с весны я стараюсь оставить. Но сейчас на этой рамочке расплод открытый, матка засеяла. Мёда нет как такового. Весенний мёд всегда оставляем на этих рамках и не выкачивая его. С самой весны не качается. Здесь обычно на этих рамках расплод, расплодные рамки. Ну, наполовину с мёдом, наполовину с расплодом. Вот это самый лучший вариант. Конечно, вот как на этой рамке нет сейчас мёда, а здесь расплод. Естественно, потом этот расплод нужно или переместить сюда, здесь вот посмотреть, если тут есть какая-то где-то медовая рамка, её нужно переставить сюда, на край. В середине, везде должно быть расплод, а здесь мёд. Если всё это расплодное будет, естественно, мне нужно будет отобрать тогда медовые рамки. Вот сейчас, видели вы, я отбирал со второго корпуса залитые мёдом медовые рамки с подсолнечного мёда. Пойдёт и он. Я их сюда поставлю, вот так вот. И это как бы самое такое первое, вот с лета уже можно оставлять эти рамочки для зимовки. Потом уже, когда при окончательном сборе гнезда, там в сентябре, вот в октябре уже там матка будет досевать что-то, тогда уже окончательно нужно смотреть, чтобы в гнезде было, ну, порядка 18-20 кг мёда. Это примерно вот 3 кг на одной рамке. 3,5 кг. Вот. Это получается где-то вот 6, вот тут 3 и тут 3. 6 медовых рамок. Вот это самый оптимальный вариант. Вот это вот примерно то, что я хотел сказать, для чего оставлять, когда надо оставлять мёд, какой мёд и сколько мёда. Спрашивали, такой вопрос удовлетворил, я ответом этим не знаю. Если нет, значит, пишите. Моль летает. Пишите в комментариях, спрашивайте. Будем непосредственно общаться и находить какое-то общее мнение. Ну, на этом, друзья, всё. Будем готовиться к качке мёда. На этом всё. Пока, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!